Книга Жака Рансьера «Эмансипированный зритель» также важна для понимания театра, как краткая история фотографии Вальтера Беньямина, для понимания фотоискусства или работы Хайдегера, для понимания поэзии. Рансьер в этой книге постоянно спорит с Гиде Бором и Роланом Бартом и предостерегает от слишком поспешных утверждений о зрителе, авторе, спектакле или перформативности. Книга заставляет по-новому посмотреть на такие привычные понятия, как сценичность, зритель, актер, театральное пространство. Сценичность понимается не как условное пространство, а как охват, как мы говорим о тематическом охвате или охвате зрения. Это позволяет Рансьеру продумать театр не как серию репрезентаций или перформансов, но как сложную инсталляцию, основу которой является сцена. Постановки сопоставляются не с перформансами, а с пластическими искусствами, инсталляциями и хэппенингами, с живой и непосредственной работой с пространством. Поэтому театр вовсе не сводится к перформативности. Скорее он оказывается трансформативным, меняющим пространство, меняющим нашу личную, социальную и политическую жизнь. Мимосис, подражание для Рансьера, это не подражание природе, характеру или ситуации, но подражание действию. Рансьер вспоминает классические определения драмы, говорит о действующих лицах, о принципах активности, и для него сценическое пространство, состоящее из сценических условностей, останавливает привычные действия и запускает новые. Театр оказывается главным узлом не только агитации на новые действия, но и производства новых действий. Метафоры и условности театра не уничтожают привычный порядок действий, но, напротив, создают для действий новые возможности, новые означаемые и новую прагматику. И, наконец, аффект понимается не как часть внутренней жизни, но как цель театра. Театр должен не только очищать аффекты, не только производить катарсис, но и смотреть на всю нашу жизнь, как на большой аффект. Находить пунктом уже не в фотографии, но в нашей собственной жизни. Тогда очищением будет уже не внутреннее переживание, а реально социально значимое действие. Книга Ронсьера отказывается от привычных для нашей критики жанровых, стилистических определений и является ключевой для понимания театра как современного искусства, находя ему место именно среди современных искусств, работающих с аффектом, со зрителем, с реальностью, а вовсе не с жанровыми или стилистическими моделями отношения к ней. Русский перевод этой книги совершенно необходим. Книга является лучшим введением в современный театр, лучшим введением в социально значимый театр и одним из лучших введений в современное искусство. Предостерегая от слишком одностороннего понимания постмодернистских или перформативных или каких-либо еще модных несколько лет или десятилетий назад теорий и приучая к настоящей философской теории.